здравствуйте друзья сегодня у нас 30 июля воскресенье и я хотел бы подвести сегодня итоги прошедшей недели это была важнейшая неделя в плане насыщенности тех событий которые произошли за эти семь последних дней ну и которые открывают нам перспективу того что нас ожидает в дальнейшем я бы назвал прошедшую неделю неделю ипсо или информационно психологических операций или недели дезинформации или неделю активных мероприятий это все одно и то же только так сказать в различной терминологии я вам напомню с профессиональной точки зрения с разведать разведывательного словаря активное мероприятие это операция влияния которая имеет цель заставить объект поступить так как это хочет тот кто проводит это мероприятие то есть операцию влияния объектом является или все государство какое-то определенное иностранное иногда свое собственное иногда группа какая-то группа конкретное социальное иногда отдельная организация государства а иногда отдельные как правило или бизнес крупные такие бизнес деятели или политические деятели активное мероприятие направлено на сознание человека а иногда на его инстинкты чтобы заставить его что-то сделать или наоборот что-то не сделать в интересах того кто проводит эту операцию я начну с последнего ипсо ипсо это потому что короче так я буду применять этот термин хотя его не люблю потому что его заели уже за дыр его употребляет как правило те кто эти ипсо проводит что меня просто раздражает так вот одно из последних ипсо состоит следующем последние где-то дня три в социальных сетях украины распространяется сообщение которое звучит так залужный дал леденящие интервью wall street journal и разнос разнес запад в пух и прах вот основные тезисы и вот якобы что сказал главком генерал залужный я благодарен за помощь сша и союзникам но их вклад в подготовку нашего контрнаступления слишком мал и они знали об этом следующее нужно признать что сша не заинтересованы создание условий на поле боя при котором противнику будет нанесено поражение мне не хотят соединенные штаты чтобы высыл добилась победы на поле боя в украине поэтому военная помощь поступает в рамках этой концепции и мы платим за это непомерную цену что вполне устраивает противника с его бесконечными ресурсами то есть какая глубина мысли здесь во-первых сша не заинтересованы в победе в ссу во вторых из-за этого в ссу украинский народ несет непомерную цену и это в интересах противника то есть сша действует в интересах противника это основные ну и дальше так значит что почему здесь и псов во-первых главное генерал заложенный не давал интервью wall street журнал вообще надо сказать что это псов получила широкое распространение даже мне из нескольких источников прислали спрашивали что происходит прокомментируйте пошел она в страницу wall street журнал потом думал может сняли позвонил журналистам знакомым говорит ничего подобного не было было это общеизвестно интервью генерала заложенного в острый джо простите в вашингтон пост но там не было ничего этого то есть так общие мысли о ходе развития событий пожелания генерала что он хотел бы от союзников но это выдержано в дипломатическом терминах дипломатического языка которым генерал в отличие от многих политических деятелей украины я имею ввиду из опы ярмака владеет гораздо лучше здесь не было но вот то что тут сказано это ну прямо я не знаю возмущение то это хамство которое приписывает генералу который он никогда не говорил хамство это вот в том ключе в котором она прозвучала накануне накануне саммита в литве из-за которой украинская власть получила черную метку смысл какой-то в ипсо вот в этом и смысл то есть в вильнюсе гражданская власть получила черную метку в то время когда нато в вильнюсе аплодировала украинскому народу и в ссу злые люди из этой опы теперь решили замазать этим своим собственным провалами всем что с этим связано и генерала заложного типа он с нами в одной лодке он думает также как мы приписали ему те слова которые он совершенно не говорил это гнусная мерзкая ипсо которая в общем-то характеризует тех людей которые его заказывают и распространяют заказано повторяю точно знаю это было сделать сделано по заказу о п ермака я даже знаю какое подразделение какая структура и кем она курируется не курируется возглавляется которая это воспроизвела не хорошо не хорошо но опять-таки будучи пойманным за руку организаторы исполнители вот этого ипсо или активного мероприятия они ну во первых разоблачает сами по себя и разоблачает свои мерзкие методы методы мафии бандитской организации которая хотят замазать кровью или преступлениями других лиц чтобы вовлечь их свою значит банду или организацию ниже замазать их если не кровью то какой-нибудь дурно пахнущие субстанции в которой они сами вращаются это было так сказать одно из последних ипсо который завершило послужило венцом прошедшей недели а вообще все дело началось из тех событий которые я писал своих видео 529 и 530 по поводу того ипсо которое было проведено опять-таки с участием или даже не то что с участием под эгидой с разрешение и под руководством этой же самой опы ярмака ходе которой два американца исследователя и один поляк проникли в расположение в ссу на несколько дней собрали там разведывательную информацию и написали разгромную статью которая потом появилась но сначала не сами написали в твиттере свои мысли потом это все вылилось wall street journal и потом поехала потом билд который напечатал уже документ пентагона построенной на этих же материалах вот этих трех исследователей и смысл этого заключался в том что у в ссу нет никаких шансов ходе наступления ничего не получится надежды никакой даже если поставят там все возможные оружия которые требуют сейчас в ссу и украина включая f16 то есть выход один надо идти на переговоры на условиях естественно путина то все вот эти псу все они сводились именно к этому это было начал интересных интересно хронология я напомню как это все происходило поэтому потому что это показывает что это вот произошло буквально в течение недели это была концентрированная многоходовая на счет многоходовый многие многие люди в народе любят говорить о многоходовочках операциях там которые много много участников много там телодвижений которые потом бах приводят к изумительному неожиданному результату ну вот сейчас я вам расскажу вот про эту операцию это действительно многоходовочка которая свидетельствует о том что скорее всего ноги растут из одного центра и так вот эти три исследователя они прибыли вернее закончили уже свою свой сбор информации в расположении в ссу по крайней мере максимум они закончили до 18 июля потому что 18 июля 18 июля уже пошли их твиты которых они высказывали свои так сказать самые основные выводы из своего исследования 18 числа двадцатого где-то если я не ошибаюсь двадцатого ну плюс-минус там один день была напечатана статья wall street journal опять-таки по мотивам этого исследования то есть вот 18 20 и в это время происходит очень важное событие которыми я впервые сейчас вам расскажу ведь некоторые источники украине один из них в интернете другой в телеграме это по крайней мере два источника которые в этом сообщили слава слава украинским журналистам расследователям и они сообщают о том что 20 22 числа июля состоялся можно сказать тайный визит ермака в венгрию 20 числа по дипломатическому паспорту с дипломатическим багажом ермак покинул украину и отправился в венгрию 20 помните да 18 уже пошли кое-какие твиты вот этих трех иностранцев которые работали в расположении в ссу 20 выход страницы в газеты wall street journal и 20 же ермак отправляется в венгрию но тут несколько вопросов сразу возникает в каком качестве ермак туда поехал если он поехал как коллективная секретарша президента зеленского то возникает вопрос а с какой миссии секретарша отправляется в соседнее государство ей как-то так не по закону нет не по конституции как-то это не положено делать совершенно ну ладно там когда он сопровождает президента зеленского всегда везде букей там президент зеленский не может жить без него присутствия но тут сам я и туда значит он едет решать какие-то вопросы какие вопросы может решать по закону по конституции украины коллективная секретарша вопрос второй вопрос как он решается оставить президента зеленского то есть мы все знаем что есть очень редкие случаи когда ермак не то что там на двое суток на на час оставляет президента без своего внимания опять-таки вопрос третье чем венгрию венгрия страна которая известна как ну я бы сказал троянский конь кремля в европе в нато евросоюзе который как может вставляет палки в колеса во все инициативы украины прежде всего в нато вот почему он туда едет причем так мы с вами обсудили что он может ехать или как секретарша тогда вообще ничего не понятно может на шопинг вторая роль которая может обыграть это регент это человек который действительно может решать любые вопросы но тогда почему он едет в венгрию но если бы он хотел так тайно встретиться с американцами наверняка бы тогда он мог это сделать в польше с англичанами надо было в лондон ехать с французами понятно в париж но венгрию страну который мало что объединяет в общих интересах с украиной сейчас что там делать повторяю это та страна которая известна как троянский конь российской федерации в нато и который гораздо ближе к кремлю чем все остальные натовские страны вместе взяты опять-таки вопрос затем дипломатический багаж что было в чемоданчике то тоже большой вопрос и наконец почему таинственность вот так тихо убыл если секретарша опять-таки совсем ничего не понятно если это ехал регент украины но тогда об этом должны были сообщать средства массовой информации украины если он там проводил какие-то важные переговоры об этом должны наверное были сообщить средства массовой информации венгрии но там сплошная тишина это мне напоминает поездку в оман то есть вот так вот по внешним атрибутам все это похоже на оман 20 это меня чертовски настораживает потому что вот эти все тайные ходы то есть мы до сих пор украина до сих пор расплачивается за оман 10 и сейчас следует оман 20 чего я так думаю есть основания потому что через некоторое время после того как ермак покинул венгрии вернулся обратно то есть 27 числа венгрия выступила с призывом начать мирные переговоры между украиной и российской федерации по предотвращению то есть по регулированию конфликта то есть венгрия добавила вот это тоже самое ипсо которое было начато с визита этих трех иностранных значит исследователь в украину затем их мыслью высказывания затем статья wall street journal этот значит третье к этому делу присоединяется присоединяется венгрия причем интересно кто выступал представитель кабинета премьер-министр венгрии давно лояльного москве гергелий гуляш фактически озвучил пропагандистский нарратив кремля согласно которому украинская армия ходе контрнаступления вряд ли добьется каких-либо значимых успехов а поэтому по его мнению нужно провести переговоры то есть и цели какой сжатый всего несколько дней визит трех иностранцев повторяю значит их могли использовать в качестве идиотов они могли ничего не подозревать своими взглядами они были известны вся идея из опы ермака состояла в том чтобы через своих лоббистов пригласить этих людей зная что они уже зовут заранее зная что они напишут ну и потом пошла поехала кстати а там потом выходит бильд на основании этого же самого и теперь мы имеем заявление уже правительство уже правительство что дальше там ермак о чем договаривался можно только догадываться на вообще так по большому счету если взять вот внешне все эти признаки как это все происходило это очень напоминает выход агента на внеплановую встречу называют иногда еще на чрезвычайную встречу с центром я не зря она сказал что если бы он ехал встречаться там с представителями америки франции великобритании это были бы другие страны другие города в москву он естественно не может поехать по понятным причинам единственная страна кроме 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 россии кроме москвы значит место где можно провести встречу с центром с куратором из москвы это будапешт вот там он и побывал поэтому призываю украинские журналистов расследователей которые мастерски вскрыли оман 1 0 обратить внимание на внешние признаки омана 2 0 первая его цель это уже понятно это дальнейшее раскручивание вот этого ипсо по поводу того что никаких успехов для высылу наступление не носит несет поэтому надо сдаваться надо идти на договоренность с с путиным вот такая господа хронология и дальше после этого что следует после этого путин выступает в москве на этом форуме стран африки где он новый со самом высоком уровне уже то есть самая заинтересованная страна он фактически выступает за проведение переговоров с украиной но жалуется что украина на эти переговоры не идет плохие украинцы там закон приняли решение какое-то и так далее а так вопрос назрел мы не отказываемся единственная проблема препятствия это украина говорит уже путин и наконец субботу аккорд заключительный аккорд который делает известный пудель путина в соединенных штатах америки доналд трамп выступая перед своими сторонниками в штате штате пенсильвания он заявил что конгресс уже сейчас должен остановить любую помощь украине любую и не ожидая пока трампа изберут а сейчас немедленно если не будет проведена расследование федеральным бюро расследования по поводу того как там хантер байден какие левые деньги или финансовые махинации провел в украине в сайте увязка даже представим что хантер там страшные дела натворил в украине окей это одно дух даже согласно уголовному праву каждая встречает за себя но расследуйте хантера байдена причем здесь остановка помощи украине сейчас кстати опять таки не обращаюсь значит здравомыслящим людям которые которые не опьянены трампом как боярышникам как некоторых алкоголики боярышникам вдумайтесь вот в то что он говорит потому что он же прыгает как блоха то туда то сюда на горячей сковородке тонн отменит стонни то ли не отменит помощь что он проведет приговор вот последнее все человек предлагает не дожидаясь пока его изберут то его сомнения уже наверное возникли у него что его изберут надо сейчас говорит трамп более того не в это не пожелание он угрожает что есть ли конгресс сейчас не надавит на фбр и не ставит это сделать а в конгрессе же сидят и представители республиканской партии значительная часть которых будет переизбираться в двадцать четвертом году так вот он угрожает что он поддержат не так если кто-то выступит под против него вот этого предложения то он обязательно на следующих выборах поддержит противника и таким образом поспособствует чтобы вот этого законодателя который не поддержал этот призыв трампа чтобы его прокатить на этих выборах то есть это просто шантаж просто угрозы главное опять-таки цель заставить остановить помощь украине и заставить немедленно в авральном порядке сесть за стол переговоров с российской федерации вот господа вам многоходовочка вот такая вот вот такая вот комбинация я бы рассказывал что у меня есть неплохие контакты в лондоне я вот обсудил всю эту историю обсудил еще до того как путин выступил обсудил еще до того как этому делу изящно в кавычках разумеется подключился трамп что они мне сказали то есть должен с радостью сообщить что нам нас там в определенных кругах которые интересуются информацией слушают и есть отклики то есть вот мой взгляд на это ипсо которая была проведена до 18 числа был тут же разделен потому что иначе иначе его нельзя было трактовать в частности тогда сказали что вот этот доклад бундесфера построены на основании формации wall street journal и других высказываний этих трех иностранцев которые побывали в украине что это фанера ну так это есть такое выражение среди профессиональных аналитиков и подержали там я еще карточку по повесил красную буквально в нескольких фразах определил сущность этого доклада этот доклад не основан на авторитетных источников поэтому не заслуживает доверие не может применяться как руководство к действию руководство действия во всех предприятиях это все было раз не могут в ссу добиться победы значит надо надо идти на переговоры с путиным то есть доклад пентагона в простите бундесфера лежит на летит в корзину продолжаем по полной программе и тогда мне сказали это было еще до то есть это было сразу сразу буквально после публикации доклада этого самого бундесфера как он был представлен в публикации build но еще было до вот этой активизации наступления в ссу на южном направлении так вот сказали что эта позиция то что никакого успеха в ссу не ожидают игнор летит корзину полностью игнорируется как мне сказали оружие идет сейчас полным потоком нескончаемых я говорю но как же так там он жалуется что то там то того не хватает то сям того не хватает объясняет очередной раз как генерал милле велика генерал остин всегда бывает никогда не бывает достаточно оружие всегда будет нехватка но идет мощным нескачаемым потоком и будет идти для того чтобы обеспечить успех контрнаступление в ссу а если есть на местах какие-то вопросы то есть того не хватает сегодня хватает обращайтесь к ездникову потому что британцы американцы они не могут доставить прямо на поле боя в нужный оков нужную траншею конкретный вид оружия они доставляют до 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 границы ну а дальше а дальше надо держать под жестоким контролем вот тех которые ведомства господина резникова напомню это то 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 агентство то это ведомство которое отрицая возможность агрессии россии против украины в феврале месяце они тем не менее приняли значительные сотни даже тысячи 19 рейсов было от англичан и от американцев так вот 3460 по моему ракет дло были закопаны запрятаны в одном из складов в районе я варив и когда началась агрессия из надо было это оружие и бойцы кричали а где она несколько дней его не могли найти якобы вот так его закопало министерство обороны и понадобилось расследование англичан англичане приезжали искать и нашли нашли это оружие слава богу его спасли вот значит дальше значит то есть доклад бундесфера или аналитическая записка бундесфера а следовательно предшествующие ему публикации wall street journal и высказывание вот этих трех аналитиков были в британии в лондоне восприняты как вброс ну то есть этих трех я повторяю они писали то что они думали их пригласили туда потому что они чтобы они это все сделано писать даже знали что он напишет это хороший кстати ход из со стороны тех нехороших людей которые задумали и организовали это ипсо то есть ним полезным идиотом к ним к ним вопроса вопросов никаких вброс сделали те кто это организовал повторяю это сделала опа ермака ну то есть игнорируется вопрос снят дальше обратили внимание мое внимание что путина в ближайшее время ждут очень серьезные проблемы и они как-то так подошли с неожиданной стороны вы помните наверное сообщение последние недели это было о том как жестоко ну как принято это в мордоре кремлевские власти обошлись с узбеками которых пригласили или вывезли из россии в восточную украину в зону оккупированную захватчиками и расистами для того якобы чтобы провести там строительные восстановительные работы ну когда они туда приняли приехали у них забрали паспорта и сказали что все теперь они мобилизованы теперь не должны воевать ну то есть поступили нагло мерзко в стиле мордора в стиле русского мира и это вызвало дикое недовольство во всей мусульманской общине российской федерации во всей повторяю по всей стране мне даже такой вопрос задали когда ты слышал последнее время что-то от кадырова я так прикинул говорю не помню не сказали ну вот видишь во что это вылилось конкретно москва город с четырехмиллионным мусульманским населением это самый крупный мусульманский город в европе и если кто обращал внимание когда наступают мусульманские праздники люди молятся на улицах то это очень внушительное зрелище на последний раз когда это происходило я не наблюдал но британцы мне сказали там всего пару километрах это происходило от кремля то есть вот эта толпа это масса людей закачивалась там так вот там пошли какие-то подковерное я бы сказал волнение и люди начали массово скупать оружие чем оружие серьезное и вот российские власти по идее это знают знают но ничего реально сделать не могут в этой среде мое внимание было обращено на это наблюдает дальше то есть вот это наглое то есть то что можно допустить то что власть в россии ей прощается может сделать со своими орками со своей ватой нельзя делать с мусульманами нельзя делать с представителями не русского мира кавычках разумеется с ватой и с орками и вот как не говорят это была очень и очень большая ошибка путина это была одна из немного одна из многих колоссальных ошибок путина которые последнее время свидетельствует о том что ну он буквально завис завис в воздухе и летает там где-то как-то между здесь и среди там но последнее вот на что я обратил внимание это конечно появление пригожина москве или где они там были на этом форум россия россия африка то есть прямо там фотография он снимается на фотографии шефом протокола центрально африканской республики то есть вы вдумайтесь вот в эту ситуацию путин же сколько раз говорил что есть только одна вещь которую не может простить не подлежит в его системе ценностей высшей системе ценности бледной моли и это предательство ну особенно это наверное остро стоит этот вопрос в рамках мафиозной структуры которая сейчас создана путиным в российской федерации и тут как и говорят американцы пишут лейтенант 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 если англичане говорить консиглиери то есть какой-то советник важный но все-таки подчиненный советник босса мафии и он его предает и он его опозорил перед всем миром потому что ну это это действительно позорище когда несколько тысяч не больше двух тысяч дошло до москвы и никакого сопротивления вся гниль режима путинского вывернута вот с изнанки наружу и показана всему миру и путин с утра кричит что все ответите самым жестоким строгим образом и вот пожалуйста он появляется после всей всех этих страшных угроз как ни в чем не бывало и это вот самое лучшее свидетельство того каком состоянии сейчас находится власть путина